Дай почитать. Юная фрейлина выйдет замуж за дипломата графа фон Бенкендорфа, в 27 овдовеет, а впоследствии станет баронессой Бутберг. Но совсем не этими трагичными и мелодраматическими поворотами судьбы она нам интересна. В качестве секретарши, переводчицы и гражданской жены она проживет вместе с Горьким около 12 лет. И именно ей он посвятит свой знаменитый роман «Жизнь Клима Самгина». Войдет в историю советской русской литературы под немного кошачьим именем, а надо отметить, что великим мужчинам именно эта кошачьисть и нравилась под именем Мура. Но кроме законных мужей и великого Гойкого были в жизни железные женщины, английский дипломат, шпион, задачей которого являлось свержение власти большевиков Роберт Локарт и гениальный Герберт Уэллс, долго и безуспешно пытавшийся уговорить Муру выйти за него замуж. И хотя Берберова, как она пишет, хорошо знала Муру, к сожалению, так и не смогла ее понять. Возможно, поэтому она создает не очень лестный образ женщины, прячущейся за тени великих мужчин, так или иначе, встраиваясь в их жизни таким образом, навсегда оставаясь в истории человечества. Так ли это? Закревская в совершенстве владела пятью языками, особенно английским. Создавала о себе миф, как, впрочем, подавляющее большинство личностей Серебряного века. На самом деле Мура оказалась не тем, за кого выдавала себя. Книга, изданная в 1987 году, сейчас читается не так остро. Видны, что характерно для мемуаров, личные предвзятости и отношения автора. Берберова относится к своей героине то ли с завистью, то ли с сомнением, то ли с иронией. Поэтому книга получилась не о Муре, а о этих мужчинах, с которыми сводила ее судьба. К счастью, последние исследования и архив Горького меняют образ, созданный Берберовой. Никаких доказательств агентурной работы Муры не найдено. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!